Неудачная игра и по содержанию, и по результату. Это естественно. Готовились, знали, что в Минском есть длинные передачи, в козыре контратаки, на стандартах неплохо действуют. К сожалению, не смогли ничего противопоставить, пропустили три мяча. У нас, я считаю, что до чужой штрафной, когда доходил мяч, было моментами довольно неплохо, но не хватало последнего заключительного передачи, последнего паса, чтобы найти партнера и завершить усилия всей команды для того, чтобы забить гол. Этого не получилось, и, соответственно, такой результат не нашел. Спасибо вам, пожалуйста. Здравствуйте. Заведите сюда. Пожалуйста, это уже оценит территорию. Заведите только один мяч, по самих трех мячах не забивайте вовсе. Как психологически сами футболисты, как они с этим справляются, как из этой ямы выходить? Пока впереди очень здорово. К сожалению, дается сложно голы нам, и сегодня очень недалеко пропустили. Пытаемся найти способ для того, чтобы справить ситуацию и над этим работать. Спасибо. Еще один важный вопрос. Да, конечно. В четверг уже играть в Греции, и, может быть, как-то сегодня уже пытались наигрывать какие-то схемы, какие-то, возможно, подготовленные комбинации, которые будут играть в четверг. Как вы справились с этим футболистом, понятное, что поиграли, но с каким-то задачем не справились, с каким-то нет. Сегодня пытались действовать разнообразно. Где-то получалось, где-то не совсем. В четверг другой соперник, другой турнир. Попытаемся сыграть так, чтобы результат был не так вот, как сегодня положительный в нашу поиску. Вопрос, Владимир Владимирович. Видно было, что игра в команде не сдалась практически сразу, и замены были примерно в районе 60-65 минуты. Не было, а вы несли чуть раньше сделать замены и выпустить условия Кострова и Атлова? Ну, сейчас можно говорить все, что угодно, можно было и раньше, и позже. Получилось так, как получилось. Рассчитывали на то, что ребята выйдут и добавят в движение, в качестве, которые выходили на замену. Анализировали предыдущую игру Минска с БТ. В втором тайме команда Минска чуть подсела, поэтому рассчитывали на то, чтобы в концовке добавить, чтобы у нас было преимущество, и все-таки создавать больше моментов, чтобы забивать, и результат был в нашу пользу. И еще вопрос. Команда практически весь матч проиграла больше с флангов, с атакованием, с стрелами, кроссами. Как сильно правильная тактика или просто через центр не удавалось пройти? Минска довольно компактно обороняется, поэтому очень сложно через середину добраться до ворот. Понятно, что пытались мы доставлять мяч и через середину между линиями, но больше акцент был для того, чтобы вскрыть фланги, делать целенаправленные передачи на наших атакующих футболистов. Но о чем я уже говорил, целенаправленных, к сожалению, было немного, и остроты, соответственно, могла голосовать целенаправленным. Еще одна связь. Последний вопрос. Оказалось, что перед фланголом Афи держался за ночь, все, что есть не порядка? Да, все в порядке, просто получил болезненный удар.